Салют, чуваки, с вами Киит, возвращаемся во второй маунт. Нужную сумму, в принципе, я уже накопил за кадром, чтобы переманить один из кланов, но очередная армия Русичи решила нас напасть и решил, что стоит вам показать, я в очередной раз их наказываю, а после этого мы уже переманим один из кланов к себе и, естественно, пойдем дальше захватывать территории и, как минимум, к концу этой серии мы с вами, ну, закончим захватом вот полуострова, на котором сидит Сибирь, Варновополь, Тиала, вот это вот все. Так, парочка людей, даже вражеских, к нам подбежала, как увлекательно-то, отходим лучниками немножечко, совсем немножечко, немножко перебор, ну и все, сейчас наша пехота закончится всеми этими засранцами, где не сможет закончить помогут лучники, хотя я сомневаюсь даже, что против этих бомжей понадобится помощь, но нет, понадобится, они немножко прорвались, но мелочь. Как мы видим, по правому углу здесь все это максимально просто, налегке происходит, что остается? Немножко стрелков, немножко кавалерии, вот да, вражескую кавалерию наши почему-то не сдержали, наверное, потому что их неожиданно стало 150. Нормальные им такие подкрепления пришли, да, потому что с того фланга все вообще ровненько, а здесь прям какая-то тотальная задница. Ну ничего, наши с этим так или иначе справятся, потери будут, думаю, меньше, хочу сказать, полтинника, но уже в этом сильно-сильно не уверен, но, наверное, меньше 80 будут точно, но не факт, конечно, но кто его знает. Ладно, вернемся к моему персонажу, которого, оказывается, били два вражеских кавалериста, но они настолько ужасные кавалеристы, что не смогли даже нормально плюху мне дать, что ли. Просто застряли, забагались или что-то в этом вроде, не знаю. Ну, в общем, пострадали ребятки фигней, но ладно, это исключительно их решение. Раз уж им это понравилось, то, может, в этом был какой-то смысл, а может и нет. Ладно, наши, думаю, сами справятся, поможем здесь нашим пехотинцам забить одного кавалериста. Думаю, с остальными тоже можно здесь немножко помочь, по мере возможности. Так, что здесь осталось? Где, кстати, все кавалерии? Неужели наши так быстро их уделали? О, потери, кстати, уже 90, довольно-таки неприятно. А еще один неприятный момент, что у меня мой личный отряд настолько разожрался, что начал просить более 2,5 тысяч за содержание. То есть, так часто я этими армиями убеждал, так часто мои пацаны качались, что большая их часть стала, ну, типа, чуваками 4-го и выше ранга. И, соответственно, платить им нужно просто дофига. Ну, типа, особенно нашим стрелкам, которые, типа, 90 самых топовых стрелков у русичей. При том, что армия-то у меня в 220. В итоге у меня много-много прокачанных пацанов, платить им приходится реально дофига денег, ну, типа, вот 2,5 штуки. Это прям неприкольно. Если бы я еще людей в процессе не терял, типа, когда готовился к данному прохождению, когда убивал всяких лордов и терял своих, то сумма была бы явно позначительнее. Так, ладно, куча лордов здесь хотят, чтобы я вернул их на родину, но это ладно. Здесь вижу, мне чуваки уже проигрывают по истощению и вот этому вот всему. Ну, ладно, сейчас с этим разбираться как-то мне вообще не с руки. Я хочу просто получить свои бабки, которых уже 340 тысяч. Но ежедневные потери наверняка минус пара тысяч здесь будут. Ну, сейчас, в принципе, с вами увидим, когда у нас с вами день закончится. Так, Стургия предлагает мир с Великой Руси и готовы платить мне 111 динаров ежедневно. Ух, как много. А здесь уже 160. Я чуть был не согласился, думал, это обычное предложение о продаже какого-нибудь лордика или так далее, но нет. Это все же мировая. Так, сколько я ежедневно трачу? 2 600. Давайте-ка мы их сразу же покроем, ну и, конечно же, перейдем к переманиванию кланов. Итак, клан подешевле. Гадун. Посмотрим, согласится ли он к нам с вами перейти. Какие у нас сейчас с ним отношения минусовые. Но, типа, в районе нуля. Это не так уж и плохо. Хотя была парочка лордов, которых я мог освободить, когда захватывал, но что-то тупанул. В общем, ладно, ты готов ко мне перейти, это факт. Вопрос в деньгах. 230 тысяч. Меня это более чем устраивает. Гадун и его клан переходят к нам. Это отлично. И, соответственно, у нас есть два варианта. Либо мы отдаем им Токор и Болгард, когда их захватываем. Или мы с вами отдаем им Тиал. Довольно-таки невыгодный. Ну, типа, по процветанию, по ежедневным дотациям и все такое. Но у них теперь хватит денег, чтобы его содержать, по крайней мере, первое время, пока у них выйдет какие-то плюсы. Либо же отдаем им вот эти вот два поселения. Болгард с довольно неплохим процветанием. И еще Токор бонусом. Неплохим таким. То есть можно и то, и то, в принципе, им отдать без особых проблем из-за зрения совести. Или можно Болгард вообще забрать себе, а им отдать Тиал и Токор. Хотя защищать им будет все это дело крайне-крайне неудобно. Но нам по-любому нам с вами нужен будет хороший, сильный клан, который сможет защитить Тиал от монголов. Потому что они давно нас не нападали. Видимо из-за того, что все еще до сих пор воюют с сарацинами. Но рано или поздно это закончится. Еще одна армия, да ничего себе. Когда они успевают? Это уже третья армия, которую я бью. При том, что вам показала лишь одну битву. То есть они прям регулярно основить и долбаные армии собирают. Да, по большей части всяких бомжей, новобранцев и так далее. Но сам факт, много-много вот таких вот битв происходит. Кстати, мы сейчас как раз с вами сражаться будем на Броде. И мне вот интересно, во что это выльется. Типа какая будет карта. Потому что в такой местности мы еще не сражались. И должна была быть карта поинтереснее. Но как мы видим, да, карта такой я не припомню. Но интересно ее не назвать. Никакого Брода и вот этого вот всего нет. Но хотя бы добавили какую-нибудь карту с мостом. Наверняка есть такие карты. Где эта их хваленая система тренформирования или как там? Ну, короче, система, которая связывает... Блин, здесь я, конечно, тупанул. В общем, да, система, которая связывает поле битвы на глобальной карте. И, естественно, обычное поле битвы. Что-то пока этого как-то незаметно. Ну, ладно. Давайте кавалерию. Что у нас тут, кстати, с кавалерией? Почему-то их всего 50 человек. Очень странно. При том, что битвы-то огромные. Неужели сделали приоритет на стрелков, а не на что-то полезное? Кстати, атакуем... Ана, атакуем мы, в принципе. Зачем на них сейчас самостоятельно нападать? Пусть сами как-то предприму какие-то действия. Мне не особо хочется. Но, видимо, вариантов мне здесь не оставят. Плюс противник еще встал так по-идиотски. Придется мне здесь немножко извратиться. Да, враг на холме. Это плохо. Но, думаю, что с такой мелочью мы с вами как-нибудь досправимся. Как враг на холме. Давайте-ка переместим наши войска. Это должно быть более чем достаточно, чтобы начать их терроризировать потихонечку. А потом уже отступать. Кавалерий у них тоже не особо много, как я вижу. Ну, плюс-минус тоже, что и у нас. На нашей более подготовленной наверняка. Так что мы их уделаем. Ну, плюс стрелки, которые всегда смогут подсобить с кавалерией. Если та будет огрызаться. Ну, и все. Начинаем плавненький настрел. Конечно, я могу поставить лучников с флангов, чтобы обстреливать врага, когда он подступает. Но это слишком извращенная тактика. Нет, у нее есть место на жизнь. Особенно, когда наша кавалерия равна или больше, чем у противника. Ну, нафиг. Страдание это фигня. Это просто оттягивание времени. Типа, да, получится результат получше. Но не настолько значительно, чтобы стоило по этому поводу париться. Так, враг уже на 60 метрах. А это значит, что? Это значит, нам с вами пора перемещать наших стрелков на другую позицию. И вот сюда еще конелуков. Все. Всех переместили на новые позиции. Чтобы мы подольше могли понастреливать по вот этим вот русичам. И, соответственно, убить больше людей до прямого столкновения. Особенно учитывая, что пехоты-то у них побольше будет, чем у нас. Это плохо. Это очень плохо. Но вариантов нам здесь особо не оставляют. Да, у них пехота говеннее, чем наша. Но их больше. Долго ли ее хватит? Блин. Боже, ускорение надо было крылить. Ну, ладно. Посмотрим, в общем-то, конелуки. Что у вас тут? Давайте-ка в наступление. Не страдайте фигней. Займитесь полезным делом. Так, вражеские кавалеристы ожидаемо напоролись на стрелков. Ну, и на пехоту, наверное, еще напоролись немножечко. В общем, это хорошо. Мы уменьшим количество кавалерий на карте. Это, соответственно, ускорит решающий момент сражения. Так, а что от них осталось? А уже ничего. Уже все. Мы потеряли 30 человек, а у врага осталось. Ну, всего ничего. 30 пехоты, немножко лучников. Ну, и кавалерий тоже. На них, кстати, кавалерий еще полтинник остался. Ну, ладно. Думаю, уж с ними мы с вами как-нибудь доразберемся. Мы просто всем прикажем в атаку, чтобы они просто находили врагов и изничтожали их, соответственно. Опс, я немножечко случайно убил кого-то из своих. Я не уверен, но кажется, это был новичок. Наша кавалерия должна была здесь очень сильно страдать, но почему-то страдает лишь вражеская кавалерия. Типа, она отваливается максимально быстро. Я не могу понять, почему. Почему наши их так визе разваливают? Неужели действительно настолько велика разница в уровнях? Странно. Ну, ладно. Давайте пойдем. Закончим это сражение. Явно, которое идет не в пользу наших русских товарищей. Ну, и в принципе все. И перейдем уже к захватам. Штурмам и вот этому всему так. Я думал, лошади его смогу лишить. Но что-то как-то не срослось еще. Чувак из дружины не вовремя подлез. Ну, ладно. Закончили, в общем, мы с вами эту битву. Как мне, по крайней мере, казалось. Давайте уже все сбегайте, умирайте и закончим. Так, отлично. Это у нас с вами победа. Получаем еще 47% добычи. И приближаемся к самому-к самому главному. А именно к тому, чтобы быть готовыми... Так, кто-то у нас такой. Нет, фигня. Быть готовыми к тому, чтобы еще один клан себе переманить. Что за баван? Вежавику. Им принадлежит замок Ов. Не, на них пока, в принципе, наплевать. Потому что мы не скоро сможем до замка Ов добраться. Нам сначала с городом и с замком поближе нужно разобраться. Потом уже дальше разбираться. Застрелец, лучник. Ну, в общем, небольшое пополнение для моей армии. Парочка бомжей мне не помешает. Забираем еще пленников. Вот это вот забираем. Ну и, видимо, нам с вами предстоит начать штурм непосредственно с города. Ну, чтобы продать пленников сразу. Мгновенно. Ведь мы не сможем этого в замке Такор сделать. Раганват их правитель начинает собирать новый отряд, а потом и новую армию. Но мы с вами на это особо не обращаем внимания. Нам с вами нужен город. И вряд ли кто-то нам с вами сможет в этом деле помешать. Но, на всякий случай, я все же куплю сначала таран, а потом уже куплю все остальное. Ну и нужно будет приманить себе еще каких-нибудь лордиков. Но, к сожалению, нельзя. Они все в другой армии. А другая армия черт знает чем занимается, если честно. Типа, я ее вообще... А, нет, вот она. Поблизости от нас. Но если она вычищала бы лордов, которые к нам близко подбегают, было бы клево. Но я сомневаюсь, что на самом деле этим будет заниматься. Минус 4000 ежедневно потрясающе. Количество врагов, с которой скопилось возле меня, уже довольно-таки существенное. Типа, человек, не знаю, 400 примерно. Если подойдет какая-нибудь вражеская армия, а вместо армии подходит еще вагон лордов, которые уже все вот готовы на меня лезть. Вот сколько их давайте посчитаем. Хоть немножечко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Примерно восемь девять сотен на меня сейчас готовы пойти, но я уверен, что мы их с вами уделаем. Поэтому пусть нападают. Мы с вами еще кучу лордов сейчас себе получим без проблем. Я готов с ними сразиться. Типа, да, нас на две сотни меньше, но соотношение сил в нашу пользу. И не просто так. Так, карта здесь, конечно, далеко не самая лучшая, но на такой карте я уже играл. И вот здесь уже имеет смысл разделение отрядов лучников для того, чтобы с флангов врага раскидать. Особенно, когда враг настолько самонадеянный дурак, что сам полезет на меня. Конечно, из-за деревьев довольно сложновато расставлять здесь отряды. А, нет, это не из-за деревьев, это из-за того, что у меня ограничения здесь действуют. Но ничего. Пехоту поставим с вами вот сюда. Немножко мне нужно камеру все-таки увеличить как-нибудь. Во. Вот все. И расставляем наших стрелков здесь. И еще пачку расставим где-нибудь вот здесь. По идее все должно сработать. Так, да, наши здесь разбежались. Теперь конелуков расставим где-нибудь вот тут. А кавалерии дадим карт-бланш на действие. Да, у них кавалерии значительно больше. Это может нам с вами аукнуться. Но, думаю, наши стрелки отлично отработают свою задачу. И будет все не так уж и плохо. Так, ну а пехоте, конечно, придется... Так, где у нас лучники? Здесь. И лучники здесь. Видимо, пехоту стоит вот сюда все-таки поставить чуть поближе. Потом можно будет ее просто отодвигать. Ну и, естественно, в стену щитов ее поставить, чтобы она подольше продержалась. Хотя у врага пехоты прям значительно больше, к сожалению. Ну и начинают, ну, с сотни дополнительных человек. Так, а это что за кавалерия, что ли, бегает? Да, вот нахрен она бегает вот сейчас, когда вообще не надо между нашими пацанами. Это вообще не вовремя. Блин, здесь лучники отвратно прям стоят. Но перемещать их сейчас прям вот не лучшая идея. Но надо, надо, чтобы они были максимально эффективны. Давайте, ребятки, быстрее, быстрее, быстрее. Так, эти лучники, что делают? Как стоят? Тоже не огонь, если честно. Так вот, вас. Давайте, ребятки, начинаем экшн. Ну, сейчас придется, конечно, отступать. Пару раз пехоты, это безусловно. Плюс лучников может еще кавалерия наказать. То есть, 50-55 боя вообще получится у нас с вами. Во что это выльется? Стрелки, вроде, конечно, работают. Но что-то я пока офигенно крутых результатов не вижу, к сожалению. И враги все приближаются и приближаются и приближаются. То есть, нужно над всем этим делом работать. Ну, соответственно, пехота уже отодвигается по любасу. Как и коня луки. Потому что лучники свое не отрабатывают. В достаточной мере. Видимо, враг недостаточно близко. Но я про пехоту. Ну, сейчас посмотрим. То есть, видите, наши лучники уже с двух сторон. Вражеская пехота уже получит значимых люлей, как только чуть-чуть дальше продвинется. Так что... Это все хорошо. Потихонечку уже уменьшаем количество. Но все равно их, блин, в два раза больше. Да, они, конечно, слабее. Опять же, как и в прошлой битве, но в два раза больше. Камон. Здесь, как бы, уже значительный перевес. Так, где мой персонаж? Вот это вот он, вдалеке. Ну, то есть, меня все устраивает. Так, отодвигаем, отодвигаем врагов. Все. И на развороте... На развороте идем, бить им морду. Все. Наши лучники должны здесь подсобить. Причем довольно-таки значительно. У врага еще где-то там подкрепление. Ну, которые пока... Когда подойдут, тогда подойдут. Но все равно все разворачивается не очень. Поэтому замедлим скорость благодаря вот этой вот фиговине. Лучники. Где мои пятерочки? Я их не вижу. Видимо, они здесь очень сильно заняты. Прям пчелки заняты. Из-за того, что их тут немножечко душат. Так, я вот не помню еще с какой стороны их назначать. Нужно в плане правильной стороны. Да, вот эта вот правильная сторона. Хорошо. Расстанавливаю. Расставляем их вот так вот. Все. Теперь они должны максимально хорошо помогать нашей пехоте. Тем более и нам сейчас подкрепления подойдут. И кавалеристские, и пехотинские, и все остальное. Так что все шансы, как говорится. Главное, ими грамотно воспользоваться. Но мы уже убили больше людей. Значительно больше. Кто-то потеряли где-то человек 40. Это все хорошо. Так, верните мне мой прежний обзорчик. И мы с вами вернем вот сюда этих и этих. Пусть они соберутся и подготовятся к следующей волне нападения от противника. С кавалерией вражеской мы, в принципе, хотел сказать, покончили. Но опять появилось подкрепление уже на сотню скакунов. Это прям неприкольно. Но да, потери бы значительные, безусловно. Нас просто обломали из кавалерии, из пехоты. Так что это просто факт, с которым приходится иметь дело. Но ничего. Враг потихонечку подходит. Потихонечку его здесь разобьют. Ничего сверхъестественного. Главное, чтобы лучники наваливали так, как должны. И претензий у меня к ним никаких не будет. Хотя вражеская кавалерия меня все еще подбешивает. Своим огромным количеством она здесь может мне поднасрать. Изменить бой? Вряд ли. Поднасрать? Безусловно. Типа нашей кавалерии все меньше и меньше и меньше и меньше. Из-за этих засранцев. Но ничего, у меня все равно хватит где для того, чтобы провести оперативный штурм. Но главное, с одной орудия врагам снести. И все будет шедевральненько. Хотя в идеале бы еще и стенку пробить было бы вообще белиссимо. Ну ладно, сейчас не об этом. Кстати, у меня же появились дополнительные силы в виде нового клана, который я переманил. Надо бы в армию его взять, как раз и пополнить наши потери вот этими вот силами. Так, кавалерия, я вижу, абсолютно сильно обосралась. Давайте-ка мы вот сюда вас переведем. Да, вот я их перевел. Они сразу разделились на новые отряды. Но все равно здесь покалечили их прям знатно. Ладно, можно пехоту слать вперед, потому что, ну, кавалерия сейчас просто вывозит все это добро. У врага значительно меньше пехоты, так что наши их просто здесь задавят. Вопрос лишь в лучниках, будут ли они полезны. Ну, вот эти вот уже не будут. Поэтому нужно их переставить в новую позицию, где они будут поближе. И вид у них будет получше. Так, вот этих вот лучников. Их можно просто поставить в атаку, на самом деле, потому что треть из них это уже кахотинцы. Так что пусть тоже подсобят. 180 стрелков по врагам, между прочим, это довольно серьезно. Типа столько же, сколько осталось и у меня, если считать чисто стреляющие боевые единицы. Канилу ко мне. Давайте им просто пустим их в атаку, ну и все, и закончим. 130 человек потерь, наверное, будет человек 150, но ладно. Главное, что мы победили, как я и был уверен. Я хочу немножечко посражаться в ближнем бою, так что давайте немножко над лучниками поиздеваемся. Даже если меня здесь убьют, это будет абсолютно незначительно для меня. Ну, потому что часть здоровья мне вернется, да и на сам бой это уже никак не повлияет. Так что наплевать абсолютно. Давайте-ка тут устроим вакханалию. Или попытаемся. Ух, нихрена меня тут лучники уделали просто в салат. Красавцы, красавцы. Ну ладно, раз такая пьянка, я даже переключаться на кого-нибудь не буду. Можно просто-напросто ускорить боевые действия, чтобы это все закончилось. Мы с вами догнали. А снотки вражеских сил и уделали. Ой, это уже случилось довольно-таки быстро. И в итоге потерь 157 человек. Правда, теперь у меня такая огромная куча пленных, с которой я не факт, что справлюсь. Так, вот тебя нужно отпустить. Ты у нас клан, который переманится следующим. Соответственно, нужно быть с этим аккуратней. Так, пленников слишком много, часть будет сбегать, это плохо. Но ничего, к сожалению, поделать не могу. Я хочу эту кучу себе оставить. Хотя, учитывая, как долго будет длиться осада, надо бы все-таки, ну, часть выкинуть. Именно ту часть, которую мы с вами не вывозим. Так, продолжаем осаду. Теперь новый клан. Тебя успели завербовать другой? А нет, из-за осады, видимо, я уже не могу воспользоваться преимуществом нынче. Также позаботимся о пленных, всяких бомжей, мародеров. И вот все ультраслабое мы с вами будем выкидывать. То есть, всех чуваков до третьего ранга. По идее, этого должно хватить, чтобы у нас все эти пленные поместились. По логике вещей. Ну и, в принципе, до этого боль-моль хватает. Вот чуть-чуть недостача у нас с вами. Нужно еще парочку, значит, троек тоже выкинуть. Тем более, что троек у нас здесь с вами до балды. Ну, вот и все, 92 человека. А 150 пленных гуляют дальше. У нас 130 раненых. То есть, они как раз-таки, ну, к моменту, когда я закончу пробивать врагу стенки, они должны как-то более-менее... Так, идите в жопу, Стургия. Должны более-менее восстановиться. Ну, думаю, мы успеем с вами хоть что-нибудь пробить для того, как враг соберет новую армию. Но вот вражеские лорды могут успеть собрать новую кучку и на меня напасть. А это печально, как вы понимаете. Ну, ладно. У меня уже 4 требюшета, так что они должны хоть что-нибудь доснести, успеть. С одными орудиями справляются, а вот со стенками что-то, ну, не очень оперативно. Хотя у меня инженерное дело довольно дерьмовое. Но это, в принципе, все не важно. 4 800 вместо 8000. Потрясающе. Экономика. Так, сейчас будет минус 2 требюшета довольно-таки плохо. Наши что-то вообще не вывозят требюшетики. Ну и враги собирают для меня новую армию, что, соответственно, плоховато. Уже-то закончится. Вообще, конкретный невывоз какой-то у них. Так, собрали уже довольно-таки большую кучу. Вот что этот Лэк-счастливчик делает? Типа, камон, он может мне довольно неплохо помочь, а вместо этого реально страдает какой-то фигней, как по мне. Дурак. Ну ладно. Опа, они собрали армию и готовятся бить мне морду. Что, как вы понимаете, плохо. Мягко говоря, плохо. Так что, да, придется нападать именно сейчас, когда у врага остается 4 баллисты. А это прям жопа жопная. И ничего, даже выстрелить баллист не успеет, чтобы хотя бы... Ой, требюшет не успеет выстрелить, чтобы хотя бы одну баллисту снести. В общем, придется идти вот с таким соотношением, так что таран был построен явно не зря. Но ничего, стены у них покалечены, так что это ничего не изменит, но все равно мне будет приятней. А ладно, что ж, погнали в эту осаду. А армию мистера Счастливчика я, наверное, к чертям собачьим просто распущу и соберу все это дело в свою единую армию, чтобы, ну, с большей вероятностью и быстрее захватить замок. Потому что, ну, мне часто довольно мешают вражеские лорды, и вот все эти трядики небольшие, так что нужно, ну, как бы все это пересечь. Я еще, блин, не успел начать, уже получил похлебалу. Причем даже не раз, к своему удивлению. В общем, это довольно-таки неприятно, скажу я вам, когда тебе заранее дают похлебалу, хотя бы даже сделать ничего плохого не успел. Довольно-таки обидно, скажу я вам. Но ничего, наше с вами дело здесь отстреливать мудил. А мудил этих, ну, осталось еще найти. Блин, точно такая же боевая сцена была в последнем городе Варновополе, получается. Один, блин, в один сцена осады. И, кстати, точно такая же сцена, как и у Тиала, если я не ошибаюсь. Только, ну, левелом повыше, но вообще. Один в один Тиал. Хотя, нет, не Тиал, скорее этот Сибирь. Ну, не важно. В общем, хрень, которая одна и та же. Над стургами как будто вообще не работали, а просто выкатили парочку заметок таких. Боль-боль, как им показалось, неплохих. Ну и оставили, типа, дальше разберитесь сами. Мне еще, блин, чуть было лицо не сломали здесь, пока я тут разведкой занимался. Это печально. Кстати, а можно эту штуку сломать, я имею в виду, эту стенку? Да, можно, но не слуху уж явно. Была бы у меня баллиста, трябышет, катапульта, да. А так, фигушки. Так что придется ходить, бродить и надеяться, что я не занимаюсь какой-то фигней. Но не факт, конечно же. Всегда может отсюда прилететь стрела, потому что никогда не знаешь, когда этот углюдок снова встанет на эту позицию. В общем, куча подводных камней. Всегда может появиться какая-нибудь падла, которая с радостью, с превеликой радостью навешает тебе лещей. Так, убит. Убит. Кто тут еще рискнет встать у меня на пути? Так, здесь никого, здесь никого. Ну, снова на башне какой-то пес появился. Здесь чувак с камнями появился. Ненадолго, но все же. В дырках вижу есть люди, но слишком плохо их видно, что-то прицелится. Ну, типа, стопудово втащить куда-нибудь, кому-нибудь. Так что пока так. Пока вот так вот шатаюсь туда-сюда. В надежде, что не занимаюсь бесполезной фигней. Хотя, далеко-далеко не факт. Так, чувак с камнем. Его нужно в первую очередь забивать, чтобы он не мешал. Ну, и наших не убивал своими долбанными камнями. Это весьма-весьма важно. Здесь что, наши полезли на лестнице? Ну, естественно, куда же без лестниц? Чувак с камнями начал работать, но попал, к сожалению, или к счастью, лишь по долбанному тарану. Это хорошо. Так, вали отсюда, противный. Сейчас он снова с новым камнем вернется. Не так ли, друг? Так, именно так. Тяжелый копьеносец. Так, все наши пробили, наконец-таки. Притескать дно, но нет. Пробили дырящу и готовы идти вперед. Так, здесь вижу даже арбалетчик у них откуда-то появился. Интересно, откуда. У Руси Че не было арбалетчиков. Видимо, какие-то наемные кланы здесь постарались. Потеряли мы людей довольно-таки значительно, как мне, по крайней мере, кажется. Ну, судя по соотношению сил, конечно же. Мне это ни хрена не нравится. Вообще. Ладно, так, не в меня. Тихо. Противный. Иди отсюда. Охренеть, меня сразу трое настрелят. Попробуй справиться с таким давлением. Ай, молодец какой-то. Союзник ему голову прострелил. И еще раз. Союзнички вот прям полезные в этой битве. Нифига себе. Кстати, мы уже сотню человек потеряли, между прочим. Нет, интересно, благодаря этому мы пробились? Нет, нифига не пробились врагов. Здесь тьма. Или это союзников тьма? Союзников. Так, я немножко в шоке. Что происходит? А, враг на лестнице забился. Наши не могут догадаться сбоку их там как-нибудь пробить, убить и так далее. Интересный момент. Ладно, я сам, в принципе, догадаться не могу, что стрелы мои будут попадать в текстуры. Так, наши как-то отсюда вообще зашли, видимо, здесь что-то обошли и так далее. Но, в принципе, да, наши здесь уже везде ходят, так что это, видимо, почти все, что осталось от противника. Ну, значит, здесь мне делать нечего. А вот здесь, вот этого вот красного покалечить, это всегда я за любой движняк. В итоге их остается 50, ну и, скорее всего, даже битвы в крепости не будет. Они просто не успели туда отступить. Ну, в нормальном количестве. Хотя, кто его знает. Возможно, еще успеют. Если я буду и дальше вот так вот глупо мазать. Прямо реально глупо. Тут же изи попасть, ну ты чё? В конце концов. Айдан у вас в задницу, еще и последняя стрела осталась. Вообще без шансов. Ну, ладушки. Речь не об этом. О том, чтобы догнать засранцев и набить морду, кстати. Это чё, точка отступления была или чё? Куда они делись? Ублюдки. Хитрые. И чё, саду мы... А, саду мы выиграли. И в итоге, да, они отступили в крепость с 26 людьми. Но мы победили, потеряв сотню человек. Я считаю, это неплохо. Учитывая, что были все осадные орудия и не было дыр в стене. Ну и осталось здесь закончить дело автобоем. Ну и, естественно, победить. Пришел, увидел, победил. Все дела. Великолепно. Сейчас продадим всех людишек. Пленных продадим весь хлам. Ну, по возможности, конечно же. А касаемо территории, нет. Пусть она уйдет на голосование. Потому что я знаю, что она уйдет новому клану. В таверну все это, наконец-таки, продаем. По торговле все это тоже продаем. Даже денег хватает у этого города, на мое удивление. Но воевать вот с этой кучей мы, конечно же, не будем. Потому что их реально больше. То есть нужно расформировать армию Лэка. Защищает так вот. Где у нас там голосование? Вот я его больше жду. Источнение от войны. Струги готовы мне платить. Но каждый раз почему-то все меньше и меньше. Я прям удивлен. Болгард, конечно же, отдаем Годуну. Но шоу Странница вкидывает больше. Но плевать. У Годуна ничего нет. У его клана тоже. Хоть я им заплатил огромные деньги, чтобы они ко мне перешли. Но мне еще приходится за них впрягаться, чтобы они остались в территории. Голосование о мире. Я против. Но Странница и Лэк Счастливчик за. Правда, они настолько плохо стараются, что мне придется потратить всего лишь 20 влияния, чтобы послать их нафиг. Кстати, наша боевая сила лишь немного уступает русичам. То есть уже скоро эти засранцы падут ниц перед нами. Кстати, а где вторая наша армия? Непонятно. Неужто все освободились? Так точно. Все войска освободились. И мы, соответственно, с вами можем их взять, чтобы собрать себе. Армию и начать бить морден или продолжить тут уж кому как больше нравится. Что здесь по гарнизону? Кстати, можно зайти, допустим... А, нет, я могу в свой гарнизон. Надо было это сделать до того, как голосование отдало этому чуваку территории. Ну ладно. В общем... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Я зашел куда? Я зашел в деревню. При том, что здесь у наших идет битва, в которой я должен определенно помочь. Тысяча человек на 600. Довольно несложная битва. Мы пробуем на автобое, не хочется в нее ввязываться. Неинтересно. Но потери настолько ублюдочные у нас. При том, что их должно быть в разы меньше, что я лучше посражаюсь. Ну и, естественно, данная битва прошла вообще без каких-либо проблем. И теперь нам с вами осталось сделать лишь одно. Это пойти и захватить замок. Хотя перед этим можно, в принципе, вернуться в этот городишко и продать заключенных. Потому что они будут нас с вами замедлять. Ну и отлично все. Идем захватывать, наконец-таки, замок Такор. Набьем сейчас нашим врагам морду. Ну и весь вот этот вот полуостров будет наш. Соответственно, половина территории русичей будет принадлежать именно нам. А это уже пол-дела, так сказать. Осталось переванить себе еще парочку кланов, которые помогут нам все это дело защищать, отбивать и так далее. И после этого будет просто легчайшим действием захватить все, что останется, естественно. Итак, осадные моменты, думаю, можно пропустить. Ничего сверхъестественного я делать здесь все равно не буду. Все это вы уже видели 200 раз. Так что давайте с вами перейдем уже непосредственно к самой осаде. Ну а вот и началась осада. Обе стены я смог пробить, так что врага не осадных орудий, не вообще хоть какой-либо защиты. Так что наши без особых проблем просто прорвутся внутрь и начнут крушить врагов. С минимальными потерями, думаю, даже 50 человек мы здесь не потеряем. Особенно учитывая, что врага всего 250 воинов. То есть они смогут даже пятую часть наших людишек убить. Ну, по крайней мере, как я предполагаю, что из этого получится, мы с вами увидим немножечко позже. Всякое возможно, безусловно, но я бы на такое ставить не стал. Еще какой-то ублюдок мне топором дал по лицу. Это довольно-таки неприятно, скажу я вам. Но мелочи, если честно. Мне главное здесь помочь нашим пацанам убить лучников из задних рядов, которые... Один из которых дал реально мне похлебалу, уничтожил довольно значительную часть моего здоровья. И это плохо. Очень-очень плохо. Но наши здесь души. Пока мы, кстати, успели потерять 25 человек. То есть половину того, что я предполагал, это уже дерьмово, учитывая, какая сейчас ранняя стадия осады. Меня здесь еще покалечили. На удивление, мои решают почему-то убежать. Куда они решают убежать? В другую... Да, в другую дырку решают пойти. Обожаю такие гениальные моменты, особенно когда они уже, ну, пробили все необходимое. И бегут, не смотрите куда. В самый центр, где вагон стрелков, где ничего не смогут сделать. Это просто наигениальнейшее решение, которое можно было вообще предпринять, ну, с их точки зрения. Ну, ладно. Еще и таран, который, кстати, забыл убрать, он сейчас нафиг абсолютно не нужен. Давайте посмотрим, что происходит у другой стороны. Толкучка наши здесь тоже пробились и уже, ну, поднимаются на стены, начинают пихонечку крушить врага. Здесь, ребятки, немножечко, вот совсем немножечко, но все же поумнее будут. Это они молодцы. Ну, все, сейчас начнут выкашивать стрелков. Кстати, полтинника они все еще не достигли, ну, убитых наших солдат. Так что все-таки мое предсказание имеет шанс сбыться. Скорее всего, даже сбудется. Что у них остается? Внутренние ворота, но здесь враги уже тупо отступают. А, нет, кстати, они идут к этим воротам, чтобы их защищать. Не вижу в этом абсолютно никакого смысла, если честно. Потому что, ну, реально, зачем? Ворота-то здесь уже открыты. Даже таран здесь уже не нужен. Не знаю, правда, как это получилось. Видимо, у этой троицы есть какая-то история, которую бы они хотели рассказать. Но не суть. Наши уже обошли с фланга. Здесь даже, могут даже вторые ворота открыть, что они, в принципе, и делают. С тараном можно дальше не двигаться. Все, и враг тупо отступает. Мы с вами потеряли всего лишь 37 человек. Ничего существенного. И, как я и сказал, мы выполнили нашу с вами цель. Захватили весь этот полуостров. И враг нам, естественно, ни черта не сделает. Ну, а этот замок, как я и говорил, отойдет нашему новому клану вместе с предыдущим городом. И, соответственно, этот клан очень серьезно закрепится, так сказать, на арене нашего государства. Ну, что ж, дамы и господа. Думаю, получилось весьма неплохо. Очень плодотворной получилась данная серия. Осталось захватить совсем-совсем чуть-чуть. Разве что, давайте-ка мы политику того же Варновополя применим во все замки. Ну, чтобы заранее здесь нанялся гарнизон и так далее. Для того, как мы отдадим данный замок. Чтобы он точно был в состоянии себя защитить. Продолжим мы с вами, как обычно, в следующей серии. У меня там все. С вами был Киит. И всем пока.